Свежее исследование Банковского института частных финансов показало, что 42% жителей Эстонии за последний год занимались подработкой в дополнении к основному заработку. В Литве трудолюбивых жителей чуть больше дополнительный доход имели более половины населения страны, в Латвии немногим более трети. Опрос также показал, что во всех балтийских государствах каждый третий житель хотел бы в будущем зарабатывать добавку к основному доходу. Самым популярным видом подработки в Эстонии, как и в Латвии, Литве является оказание различных услуг, оформление веб-страниц, перевод текстов, исполнение музыки, фотографирование, выполнение работ по хозяйству. К примеру, уборка, ремонт, присмотр за детьми. В Литве одним из видов дополнительного заработка является продажа продуктов, питания, собственного изготовления или собранных даров природы. Если смотреть по регионам, то в Центральной, Северо-Восточной и Южной Эстонии самой популярной подработкой является выполнение работ по хозяйству. Жители северной части страны оказывают услуги. На Западе получают дополнительный доход, продавая продукцию собственного изготовления. А вот каждый шестой житель Эстонии пассивен и в дополнительном заработке не заинтересован. В качестве главного препятствия эстоноземельцы называют в основном нехватку времени. В Латвии и Литве же на первом месте стоит нечеткое законодательство, налоги и бюрократия. В Эстонии и Латвии дополнительному заработку уделяется в большинстве случаев до пяти часов в неделю, в Литве – от пяти до десяти часов. Ежемесячный дополнительный заработок эстоноземельцев составлял примерно от 50 до 200 евро. В соседних странах – Латвии и Литве – эта сумма, как правило, не превышала 100 евро в месяц. Как отмечают эксперты, с одной стороны, ищут дополнительный заработок в основном из-за нехватки средств. Основной зарплаты попросту не хватает на все нужды. Называли участники опроса и другие причины, в том числе желание сделать более гибкими время и место работы. С другой стороны, для многих вторая работа является отличной возможностью проявить свой творческий потенциал.